Всем привет! Сегодня поговорим о модулях запуска двигателя и кнопках Start-Stop. Начнем, пожалуй, с самого бюджетного варианта. Называется он AVM3-Eco. В комплекте идет уже кнопка Start-Stop. В данном случае это кнопка номер один. Кай имеет удлиненный формат. В чем преимущество этого модуля? Это простота подключения, то, что его можно использовать как с дизельными, так и с бензиновыми автомобилями. Как происходит вообще работа этого модуля и система запуска двигателя? По сути, при кратковременном нажатии включается либо режим аксессуаров, при втором нажатии это происходит запуск зажигания, чтобы запустить двигатель, вам нужно в течение двух секунд удерживать эту кнопку Start-Stop, после чего начнется работа стартера, и вам нужно удерживать эту кнопку до тех пор, пока двигатель у вас не заведется. Также есть еще вариант, это AVM3-Eco Radio. По сути, это такой же модуль, но в комплекте идет не кнопка, а вот такой брелок. Он позволяет открыть автомобиль, закрыть, и также с помощью третьей кнопки, также производить запуск двигателя. Также можно использовать либо вот эту кнопку отдельно докупить, либо вот этот брелок. Но дело в том, что запуск двигателя с брелка возможен только при нажатии педали тормоза. Без этого он не запустится. Также по своему функционалу он аналогичен предыдущей версии этого модуля. Так, дальше идет линейка AVM3 и 3+. В чем главное отличие? Это то, что у них есть возможность программирования. По сути, выглядят они примерно одинаково, можно даже не распаковывать. Но в чем заключается вот это программирование? Например, самое главное отличие, это то, что по стандарту можно запустить ваш двигатель всего лишь с одного касания. Вы нажимаете на педаль тормоза, нажимаете кнопку старт-стоп, и стартер у вас будет работать автоматически до тех пор, пока двигатель у вас не заведется. После чего стартер у вас отключится, что очень удобно. Также можно программировать параметры работы. Вот тоже модуля, например, это режим работы от генератора, либо от тахометра. И также последовательность включения аксессуаров, либо сжигания. В чем отличается именно версия 3 и 3+. Главное отличие в том, что в 3+, присутствуют силовые ключи. Силовые ключи, по сути, представляют из себя такие релюшки для защиты модуля и правильной его работы. Они уже идут в комплекте. То есть вам не нужно где-то искать и для подключения к сети вашего автомобиля. В AVM3 таких релюшек, к сожалению, нет. Также отличие от AVM3ECO в том, что тут идет расширенная гарантия 3 года. Также есть еще версии для дизельных двигателей. Вот это называется AVM-дизель. И также есть версия для 24-вольтовых автомобилей. Также на них идет гарантия 3 года. Но в них кнопка уже в комплекте не идет. Ее можно выбрать абсолютно любую отдельно. Например, есть еще такая кнопка, называется кнопка номер 4. Такая вот плоская. Они бывают либо трехконтактные, либо пятиконтактные. По сути, отличаются они только световой индикацией. Функционал у них, в принципе, одинаковый. Также есть еще версия, называется AVM-проф. Производитель запускает снова в производство примерно с сентября этого года. В чем преимущество вот этой самой новой версии, проф? Стоит она немного подороже, но главное отличие в том, что там есть свой собственный цифровой иммобилайзер и метки для работы с этим модулем. Дело в том, что это предоставляет дополнительную защиту вашего автомобиля. По сути, для подключения этих модулей вам нужно установить еще отдельно обходчик иммобилайзера штатного. А вот в версии AVM-проф есть идет уже свой иммобилайзер. Метки, которые идут в комплекте, они работают на расстоянии от 2 до 4 метров. Там используется своя кодировка. То есть просто так их вы не считаете. И система защиты очень надежная. И вот, подходя к автомобилю, вы уже сможете его запустить. Также еще есть версия hands-free. При подключении к автомобилю у вас, в принципе, могут даже именно сняться блокировка двигателя. Точнее, блокировка дверей вашего автомобиля. И также есть самая расширенная версия. Она идет высоким GSM-модулем, с помощью которого вы можете, находясь, грубо говоря, в любой точке, где есть сотовые сети, остановить ваш автомобиль. То есть, подав сигнал в виде смс-ки, ваш автомобиль может, можете его отключить питание. Это дополнительная система безопасности, защищает ваш автомобиль от угона. Также в этом модуле присутствует система оповещения. То есть, при движении автомобиля у вас приходит либо сообщение, либо звонок на ваш телефон, который поясняет, что автомобиль начинает свое движение. Это удобно для того, чтобы, например, если ваш автомобиль эвакуирует, чтобы вы знали, что автомобиль уже не на месте находится. В общем, это можно поставить буквально чуть ли не на любой автомобиль, эти модули, где есть вообще система электроники. Что очень удобно. То есть, мы живем в 21 веке, и можно почувствовать себя, скажем так, отчасти в автомобиле в чем-то представительском классе. Но, опять-таки, нужно выточнять, что изначально нужно установить вам обходчик-аммобилайзеры. После этого можно уже устанавливать данные модули. В принципе, за свою цену приборы очень хорошие, надежные, и большая гарантия на них присутствует. В общем, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы ответим. Либо можете звонить, писать на нашем сайте. То есть, наши менеджеры вам ответят. И всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...